Игра Кредл переводится как Колыбель и представляет собой жанр квест от первого лица. Игра в основном ориентирована на изучение и тщательное исследование окружающего вас мира. В Кредл геймеров ждет очень сопливая история несчастной любви, которая подкреплена порой сложными головоломками и пазлами. Причем в разработке игры принимали участие те же люди, которые еще занимались когда-то серией игр Сталкер. Так что сегодня крупный игровой портал Game Awards представляет обзор игры Кредл. Приятного вам просмотра! Крайне необычная и порой печальная история начинается с пятизвездочной юрты, пустоши и амнезии. Главный герой Кредл оказывается посреди какой-то богом забытой степи. При этом не помнит ничего из своего прошлого, даже имени в паспорте. Но у него есть отличная хата, юрта. Если кто-то не в курсе, то юрта это переносной дом у монголов и кочевников. В общем, проснувшись в этом шалаше, парень находит сексуального робота. Найдя записку от предыдущего хозяина этих апартаментов, он находит клад. Сокровищем стал чип, при помощи которого можно активировать сексуального робота. Но активировав девушку, оказывается, что она тоже ни хрена не помнит. Однако она говорит, что если он поможет ей с ремонтом ее внутренних половых органов, тогда к ней вернется память и она ответит на множество вопросов. Секс в обмен на инфу? Ну, в общем-то, все честно. Вскоре сладкая парочка объединяет силой, чтобы добраться до истины. За лего детальками парень отправляется на павильон позади своего дома. Пусть в игре используется уже затасканный прием в начале игры, посадить главного героя, потерявшего память в неизвестном месте, Кредл все равно начинает затягивать с первых минут. И вообще сразу же фокусируется на совершенно другом. И, кстати, сюжет игры это то, ради чего стоит поиграть в Кредл. Даже несмотря на то, что начало игры какое-то банальное, середина и конец выбивают всю дурь из головы. Но это в хорошем смысле. После получасовой игры вы будете буквально затянуты в игру и поэтому не сможете оторваться от нее до самого финала. Игровая часть Кредл строится на полосе очень интересных, при этом порой трудных головоломках и других деталях квестового жанра. В игре присутствует очень много оригинальных и неповторимых загадок, всяких комбинаций и даже игра с физикой. Представляете? События игры разворачиваются в обширном игровом мире, где главный герой получает практически полную свободу. Почему практически? Да потому что границы у этого мира все-таки имеются. При этом, подходя к границам, вам не пишут, что тут якобы нельзя, потому что так нужно. Тут тоже есть мать его тайна. Да-да, в Кредл даже границы имеют секреты. И все же больше всего игра цепляет именно своей атмосферой. Первый раз я охуел в игре в тот момент, когда внимательно осматривал юрту и необычный бардак в доме. На столике с полками фоток я чисто случайно своими клешнями зацепил эти самые фотки. И они падали на пол. И пусть этот мир невероятно крошечный, он цепляет именно своей живой полноценностью и приятными деталями, которые были так тщательно проработаны. Последний раз такие ощущения, которые я испытывал в игре, были во время первой ночи с девчонкой одной. То есть, когда я играл в украинский шедевр метро. В следующий раз я охуел, когда уже выперся на улицу. Когда я посмотрел на окружающий меня мир. То зрелище, которое ожидало меня там, просто не знало конца и края. Эффект, который я получил, закрепился проведенной ручной работой с разнообразными предметами и окружающим меня миром. Видно, что создатели работали не просто над кучей говеных текстурок, а над четко проработанным миром. Был создан уникальный виртуальный мир, который имел свою собственную, до шути настоящую историю и жизнь. Самое главное, жизнь. То, чего сейчас не хватает многим крупным игровым компаниям в тех же крупных проектах. Пусть это вам не Skyrim, где приходилось за***вать, зачищая однообразные подземелья, но тем не менее, каждая травушка в Cradle обработана по полной программе. Авторы трудились над каждой мелкой деталью так, как трудились разработчики Ведьмак 3 Дикая Охота. Над сиськами Трис и Йеннифер. И как по мне, это намного лучше того, когда тебе дают необъятные, но пустые территории. Вы только представьте, как это круто, когда тыкаешь на какой-то бидон с ягодами, а там выскакивает описание того, как ваша прабабка ходила с ними за ягодами. Или выйдя на улицу, тыкнуть на календарь и внимательно осмотреть все наклеечки и почитать описание. Именно поэтому прохождение игры оказывается мимолетным. Ты настолько сильно погружаешься в игровой процесс, что забываешь, как летит время. Разработчики проделали просто невероятно огромную работу над разнообразными моделями и их анимацией. Да, и вообще с графоном. Картинка приятна, словно голая женщина, а квест головоломки просто великолепный. И кстати, за девушку-робота Иду пришлось отдуваться очень красивой геймерши, имя которой так и зовет к себе любовь. Именно поэтому игровая модель смотрится просто бесподобно и даже звучит прекрасно, так как она даже сама себя озвучивала. Круто, не правда ли? Ближайшее слово, которое может описать то, что находится внутри Кредл, натурально. Цветы, луга, юрта, болото, ида. Все выглядит очень и очень натурально. Как бы глупо это ни звучало, но только этим словом можно в целом описать игру. Куда бы вы ни стали, везде получается отличный скриншот. А это показатель отличной игры. При этом игра даже не опускается в плане фпс. Как сказали бы гопники или шпана малолетняя, «Все четко, ёпта!» Так что неудивительно то, что с такой удивительно жизненной атмосферой игра просто затягивает и бьет вашу голову. Словно вы впервые попили пивка в тайне от родителей, ну или чего-то покрепче. И делая некоторые скриншоты, порой трудно отличить игру от реальности. И это действительно так, а не как с играми от компании Ubisoft. Субтитры подогнал «Симон»! В итоге, в области жанра квест теперь появились обновки. Ею стала игра Кредл, и я не знаю, почему игру до сих пор не признали очень красивой и удивительной. Почему мимо нее прошли и не раздули историю, как при выходе последнего Ведьмака или после выхода Инквизиции. Вот почему так? Но Кредл это, пожалуй, на данный момент самая удивительная и прекрасная игра в жанре квест. Игра задала новую планку остальным играм в этом жанре. В Кредл оригинальная сюжетная линия с полностью живыми и удивительными героями, настоящим миром, приятной и красивой графикой. Игра проходится очень быстро, поэтому зайдя в нее, вы не зря потратите свое время. Даю вам гарантию. Дорогие друзья, не пропускайте мимо хороших игр. С вами был крупный игровой портал Game Awards. Не забывайте оставлять свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok